Дмитровская мастерская Мастерская проект, ориентированный на то, чтобы познакомить Дмитровчан с творчеством земляков. Молодых художников, которые делают первые, но уже такие уверенные шаги в мире искусства. Основная часть авторов, представленных здесь, начала свой художественный путь в Дмитровской детской художественной школе. А затем судьба распределила ребят совершенно по разным художественным учреждениям. Открытие произошло очень радостно, очень позитивно. Мы все были очень рады, что пришло много гостей. Это были близкие какие-то люди, участников, это были родственники, это были наши друзья, были незнакомые посетители, были сотрудники библиотеки. Мы все очень рады этому событию и выражаем большое спасибо библиотеке. Каждый из участников у нас имеет художественное образование. Учились ребята в разных школах. Чем интересна эта выставка, то что она представляет по сути разные школы. То есть это наглядно можно увидеть в работах наших участников. Здесь представлены работы по живописи, по графике, лаковая миниатюра. То есть у нас достаточно традиционное искусство, конкретной концепции у нас нет. То есть здесь и портреты, и интерморты, и даже анимализм, и, ну, как бы, конечно, пейзажи. Ольга Акрилова начала свой творческий путь, как и многие, в Дмитровской детской художественной школе. После училась в МГОУ имени Крупской. Специализацию выбрала живопись. Уже тогда Ольга определилась, что ведущей темой ее творчества станет пейзажная живопись. Участники выставки «Художественная мастерская» – это выпускники и студенты таких учебных заведений, как Фидоскинское художественно-промышленное училище, Высшая школа народных искусств, Академия имени Глазунова, Университет имени Федорова, Академия имени Строганова, МПГУ имени Ленина, МГОУ имени Крупской, МГИК. Некоторые ребята имеют несколько художественных образований. Татьяна Танасюк окончила Дмитровскую художественную школу. В 2010 году с отличием окончила МПГУ имени Ленина, работает в различных художественных техниках. Батик, гобелен, керамика, художественная работа с бумагой, прорезывание, роспись изделий, роспись стен, открытка ручной работы, декупаж, сухое и мокрое валяние. Приглашение в выставку случилось таким образом, что мы, собственно, с Ольгой и были инициатором этой выставки. Но она больше, конечно, вкладывала силы идей. Ну, в общем, так долго-долго эта идея даже и теплилась, рождалась, и через три года она реализовалась. С ребятами познакомились и с некоторыми до выставки, и с некоторыми в процессе подготовки к выставке. А в какой технике я работаю? Техника – это моя сухая глава в основном. Это направление печатно-тиражной графики. Екатерина Диас – победитель Всероссийского конкурса «Молодые дарования» в области декоративно-прикладной и народной искусства. Дипломант первой степени в номинации «Реставрация станковой темперной живописи». Также Екатерина была участником конкурсов в номинации «Изобразительное искусство на молодежных дельфийских играх России», выставки-ярмарки народных художественных промыслов России «Ладья». Начнем с того, что закончила Российскую академию живописи военноизучества или Бузунова, на вкультите «Реставрация живописи», конкретно «Темперная живопись», «Реставрируем иконопись». Также, естественно, по сроку обучения мы также готовились к живописи и представлены наши портреты, как здесь они. И также еще занимаюсь миниатюрой Федоскина. Вот, все вот в таком плане. Мария Крижевская в последние два года экспериментирует с техниками, стилями и их комбинированием. На выставке представлены ранние академические работы и более свежие результаты творческих поисков. Я закончила Московский институт культуры, который находится в Химках. И сейчас продолжаю обучение в магистратуре в Строгановке на искусствоведа. Вот как раз пишу диплом. Это моя первая выставка на Дмитрове. Я учусь в Москве и там участвую по большей части в учебных и сборных выставках. А тут Оля меня пригласила, и я собрала свои пейзажи разных лет и привезла сюда. Еще у меня представлены шкатулки в технике лаково-миниатюр. Я училась как раз по этой специальности и также представлена работа разных лет. Кирилл Нестерик является членом Творческого союза художников России Международной федерации художников секция «Этнографическое искусство». Также принимает активное участие в выставках как в России, так и за ее пределами. В 2018 году был награжден дипломом первой степени в международном фестивале-конкурсе «Этноартфест», который проходил в России и Великобритании. Открытие прошло на ура. Пришло очень много гостей, и даже пришли те, кого не ожидали увидеть. Ну, очень было много народа. С Ольгой мы познакомились через интернет, через соцсети. Мне написали в ВКонтакте, что вот собираем художников дмитровских и хотим устроить выставку. Я сказал, почему бы нет. То есть это очень интересно, тем более, оказывается, у нас в Дмитриево очень много художников. Хотя раньше мне казалось, что их очень мало. На выставке я предоставил работы в станковой технике, хотя заканчивал я в Хедоскинское художественное училище миниатюрной живописи. Но там я полюбил большие форматы, мазок. Ну, вот я и предоставил на выставке вот эти работы. Несмотря на разные специализации участников, у всех есть одно общее большое дело – желание творить, развиваться, совершенствовать свои навыки, ставить перед собой новые цели и задачи, делиться искусством с окружающими и искать единомышленников. Художественная деятельность для каждого из участников выставки – это не просто хобби или работа. Это образ жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok